Всем привет! Меня зовут Наталья и очень рада, что вы ко мне взглянули. Сегодня у нас с вами простые баночки. Начну вот с такой вот пены. Это очиститель интерьера от Кенгаро. Он, короче, Кенгурушка. Профом 3000. Это продается вообще в автомобильных всяких магазинах, но и на зоне, и на еще всяких разных маркетплейсах. Вы можете это приобрести. Что же это такое? Для чего я это использую? Это у нас универсальное очищающее средство для ткани, велюра, ковровых покрытий, превосходно очищать любую пластиковую поверхность. Короче, это для всего, от всего. В салон машина тоже классно подходит. Я чищу свои светлые диваны. Что здесь у меня светлый диван на кухне стоит, что в Подмосковье у меня тоже светлый диван в доме. И стулья. Все-все-все. Я работала очень много лет на мебели. И вот этой пеной мы очищали подиумные кровати, которые прям вот светлые были. Зашорканные, зашорканные. Они стояли как новые. Да, лайфхак. Иногда мебель с витрины покупать не очень. Она бывает затерта до дыр. Итак, классная штука. Рекомендую. Дальше. У меня вот такой вот кондиционер для белья. Из фикс прайса. Какой-то супер дешманский. Я покажу, чтобы вы его не покупали. Это у нас с ароматом орхидеи. Он абсолютно никакой. Аромата нет. Никакого эффекта вообще абсолютно нет. И он жидкий. И он, короче, еще и протек. Поэтому такое себе. Не рекомендую вот эту вот историю. Вообще бывают в фикс прайсе нормальные такие хозяйственные вещи. Но не вот этот кондиционер. Дальше я хочу вам показать еду. А, нет, подождите. Ну да, еду давайте. По еде. Я решила же вам показывать, да, что я ем из вкусненького, так скажем. Или что-то, что мне очень понравилось. Короче, самокатовские вот такие вот батончики. У нас наконец-то открылся самокат в городе. Я этому очень рада. И что хочу сказать. Вот эти вот миндаль, клюква, батончики и кокос еще батончик у нас не очень мне. Но вкусно. Можно брать. Больше мне понравилась миндаль и клюква. Кокос не очень. Самый мой любимый батончик. Его и тут нет. Он, короче, с каким-то там, с чем он, господи. В общем, его тут нет, но я его показывала, точно помню. Где-то. Может быть, мы сейчас его и отролим где-нибудь. Еще вот такие вот в самокате слайсы дынные. Мне очень нравятся. 25 грамм. Здесь даже на пару раз хватит. Прям наедаешься. И у них калорийность очень такая. 341 калория. Она получается 100 грамм. А здесь всего 25 грамм. То есть это мало калорийно. Это вкусненько. Как перекус. Вообще супер. Они сейчас там на скидках 80, по-моему, рублей. Где-то так. Дальше. Вот такую взяла штуку буквально на днях. Это в спортмастере. Мне предложили докинуть там до суммы, чтобы какие-то баллы начислились. Что хочу сказать. Брать такая печенюшка в принципе неплохо. Как пряничек. Но я почитала здесь и в составе. Мне здесь не понравилось, что тут сахар присутствует. В принципе калораж нормально, если высчитывать на одну порцию. Но вот сахар как-то мне не очень. Может быть я не все внимательно читаю эти всякие вещи. И тоже других присутствует сахар. Но тут как-то так. Если вот здесь вот и не заявлено, как какой-то спортивный. Ну короче. Не понравилось? Не понравилось. Брать не буду. Вы смотрите сами. Вот эти вещи. Я их наверное теперь буду показывать везде в каждом видео. Это халва. Прям натуральная халва в шоколаде. Попробуйте обязательно. Кто любит халву. Я прям вам рекомендую. Продается в подружке. Очень вкусно. И у нее... А кстати вот давайте для интереса посмотрим. Причем вот в этой мальтит есть. То есть как бы заменитель сахара. И сахар все равно. Ну что это за бред? Так. А вот здесь что у нас по составу? Прямо зачитаем. Может быть я уже вам и показываю. Но все же, все же. Так. 146 калорий на одну порцию. А состав у нас вот. Ореховая смесь, эмульгатор, соевый литер, масло, какао, арахис, масло, какао, тертое молоко, крахмал, картофельная гидра, карбонат, камень. Но я вот не вижу соль, соль, кукурузный, подсолненный. Если вы видите, может быть я ку-ку. Вот. И тут нет сахара. Вот. Поэтому я как бы и взъелась на эту печеньку. Ладно, все, проехали. Так. Вот такая кокосовая у меня еще была какая-то. Батончик кокоса. Это у нас от Шок. Я не помню, где я брала. Со стевией 140 калорий. Наверное, в перекрестке. Ничего так нормально. Похоже на баунти. Есть такое. Вот эти мои любимочки. Из бомбара. Самое любимое мое печенье. Шоколад и мята. Очень-очень советую и рекомендую. Дальше. Потому что я попробовала первый раз. Вот такой вот кик. Батончик. Йо Энерджи. Это у нас, ну, типа, тут много протеина и много калорий. И они это как позиционируют, как будто это энергия. Не калорийность, а энергия. Интересный подход. 45 грамм силы. 227 калорий. Многовато. Он какой-то жидковатый, как мне показалось. Не похож он ни на сникерс, ни на что. Мне не очень зашло. Я бы не брала. Как-то... Я причем взяла на скидки. И он стоил недешево. И если это брать за полную стоимость, то это прям вообще небюджетно. Не понимаю. Как-то не въехала я. Не поняла. Так, у меня есть магазин. Рассказывала я. Рядом с работой моей, которая у меня, так скажем, основная. Там всякие штуки вкусняхи. Всякие... А, нет. Что? Начала рассказывать заодно, короче. Посмотрела на другое. Ну, ладно. Это, короче, вот эта штука из фамилии. Из фамилии вот эти палочки какие-то решила я попробовать. Мне, ну, так ничего, знаете. Ну, 139 рублей побаловаться можно. Здесь, в принципе, и состав-то ничего такой. Тут, смотрите, гречиха. То есть такой прям хороший, я бы сказала, состав в плане каких-то вот моментов. Тут нет ничего. И тут прям рис, фасоль, гречиха, маш, черный кунжут. Классно. Соль, эмулигатор, сахарная пудра есть. Вот. Но по калорийности, конечно, калорийно. Потому что здесь и не заявлено другого. 564 калорий на 100 грамм. Иногда можно таким баловаться. Они в индивидуальных упаковочках здесь, эти штучки. Вот. Я там одну съедала. Мне было достаточно на, так скажем, попить чайку. Тоже в фамилии взяла вот такой драгон фрукт сушеный. Сейчас я покажу, как это выглядит. Мне прям зашло. Мне очень понравилось. Но там была только одна штучка. И прям видно было, что совсем они... Ну, у нас новая фамилия. Может быть, еще не завозили. Вот так это выглядит. Это прям вот фруктик. С семечками. То есть все прям натурально. Все как есть. Вот он розовый такой, яркий, красивый. И очень-очень мне понравилось на вкус. Это прям вкусненько. 279 рублей. И мне этой упаковки хватило очень надолго. То есть у меня парочку вот таких штучек. Там было, по-моему, 150 грамм. И тут у нас драгон фрукт петахая. И все, больше ничего. По составу 340 килокалорий на 100 грамм. То есть это прям нормально. Это хорошо. Я бы такие рекомендовала. И сама буду тоже брать еще, если увижу. Дальше. Дальше я покажу как раз то, про что я начала говорить. Это про тот магазинчик. Вот такие вот. Наконец-то я попробовала. Как их назвать? Блин, пирожные. Не пирожные. Короче, это японское рисовое фруктовое пирожное моти. У меня со вкусом манго. И тут такой состав интересный. Мальтоза, сахар, пектин, клейкий рис. Короче, это надо один раз попробовать, чтобы понять. На 30 грамм, 114 калорий. 30 грамм, я так понимаю, это одна вот эта пироженка. Да, там было, по-моему, сколько их было? 6 штучек или 4. Я уже сейчас не вспомню. Короче, прикольно. Необычно, прикольно. И возможно... Да, 4 штучки там было. Возможно, я когда-нибудь повторю. Но с другим каким-то вкусом. Есть тут, конечно, ешки в составе и всякое такое. Но в целом интересно. Если вы знаете, где можно заказать подешевле, я брала за 300 что-то с чем-то рублей. То есть не прям бюджетно. Наверняка есть где заказать. Подскажите, расскажите. Буду благодарна. Дальше у меня вот такие были живые конфеты. Ананас без сахара. Мне не понравились. Вот честно. Какая-то фигня. Это и не мармелад, и не желе. Какое-то что-то между. Я больше брать не буду. Вы смотрите сами, если как бы любите. Ну, такие кисленькие. Как-то вот просто пролетает. И ты не поняла, что ты вообще съела сладенького. Не съела. Какая-то такая ерунда. В фамилии вот такую вот шоколадку откопала. Стикс. Очень мне понравилось. Это темный шоколад с вишней. Там были запакованы отдельно 8 этих стиков. 179 рублей. Тут хороший состав в плане 450 килокалорий всего для шоколадки. Это очень хорошая калорийность в плане... Господи. Короче, маленькая. И что у нас тут из состава? Темный шоколад. Вот сахар, вода, бла-бла-бла-бла. Ну, в общем, в целом, такой нормальный себе состав для шоколада. У меня уже 11 минут просто показываю еду. Вообще караул. Закатилась. Так, что дальше? Что дальше? Давайте я покажу витамины, бады. И будем потом, наверное, вторую часть снимать все-таки. Витамины бады. Вот такой детокс-коктейль у меня закончился от Баттель. Даже я его не совсем добила, потому что он как-то чуть-чуть присох по краям. Я делала с ним сырники. Я делала с ним просто коктейли. Вкусно, но очень дорого, я считаю. Потому что за такой объем, что-то там тысяча с чем-то, я сейчас уже не вспомню. Это очень дорого. Можно, конечно же, брать где-то дешевле. Даже по цене представителей это невыгодно. Если только в каком-то там комбо брать что-то такое, может быть, это будет выгодно. Вот такой коллаген у меня закончился персиковый. Сейчас я пью, по-моему, лимонный. У меня был яблочный еще. Вот три упаковки. Надо пропить на курс приема, так скажем. Персиковый мне пока понравился больше всего. Ну, не пока, а сразу говорю. Персиковый самый вкусный, но он такой слегка химозный, конечно, персик. Коллаген мне помогает бороться со всякими возрастными изменениями. Я вижу результат по шее всегда. У меня после похудения шея стала такая, знаете, прям как пластилиновое какое-то. Вот что-то трогаешь непонятное. А от коллагенчика она стала гораздо-гораздо лучше. Это у меня бренд 1вин. И от этого же бренда у меня закончился магний. Вот такой с витамином В6. Очень классная штука. Я обожаю магний. Я с ним сплю. В плане хорошо засыпаю. И она мне держит мою нервную систему в каком-то нормальном состоянии. И перестали сводить... Ну, короче, не сводит ноги у меня. Нет судорог, так скажем, по ногам. Вот. Хороший магний. Рекомендую на месяц приема. Баночки вполне хватает. Так, вот такие у меня постилки были от Кашлисепт. Постилки с солодкой. Неплохо. Это ботель. Просто обычно, когда чуть-чуть у меня заболевало горло, я их засасываю. Так они в виде таблеточек. Но, конечно же, дорого. Вообще, ботель мне правда надорого, считаю. Да простят меня его почитатели. Вот такой витамин D3 у меня закончился лимонный. И со вкусом апельсина. Мне понравилась. Жидкая формула. Капать прям надо. То есть не растворять воду, а просто капать сразу в рот. И как бы прикольно. Я что хочу сказать. Не знаю, насколько вы верите, доверяете весам, которые такие, знаете, с определением всяких жиров, мышц и всякого прочего. Я просто работаю. Кому интересна вторая моя работа, это спа-салон. Там у нас программы по похудению и массажам. Ну так вкратце, если. И вот перед тем, как проходить программу, я всегда замеряю девочек на специальных этих весах. Мы проводим с ними анализ процента жира, процент мышц, воды сколько. Биоимпеданс это называется. И там есть процент содержания кальция. То есть там это как бы называется кость, кальций, как угодно. И вот у меня за два месяца, я там работаю больше двух месяцев уже, я когда пришла, сделала себе этот биоимпеданс. И сейчас недавно сделала тоже биоимпеданс. Как бы посмотреть результаты за два месяца. Кому интересно, я сниму видео на эту тему. Пишите мне в комментариях. Так вот, у меня поднялся этот кальций. То есть у меня он стал больше. Очень странно. Мы как бы подумали даже, что может быть это была какая-то сбой в программе, когда первый раз меня замеряли. Вот, и ну прям вот интересно мне, что и как с этим вопросом. Буду дальше разбираться, думать, как это вообще работает или нет. Можно ли по этим весам определить уровень витамина D3. Такое, да. Все, первую часть я заканчиваю. Буду снимать вторую. Переходите к ней. Сразу тоже смотрите. Надеюсь, была полезна. Вам интересно. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. И пишите комментарии. Пообщаемся. Пока-пока.